Этот год обещает стать временем перемен, согласно пророчествам ненецкого шамана Николая Талеева, известного как Коля. Несмотря на свой драконий характер, 2024 год не пройдет незамеченным. Продолжение конфликтов и возможное появление новых угроз – вот что предвещает нам Коля. По его мнению, в сегодняшнем мире злоба преобладает на 60%, в то время как добро занимает лишь 40% пространства. Какие перемены ждут мировое сообщество? Какое будущее предрекается России, Украине и всему миру в целом на протяжении этого года? Что произойдет с российской экономикой и судьбой рубля? И стоит ли волноваться по этому поводу? Когда же завершится операция? И какие стихийные бедствия поджидают нашу планету? Досмотрите видео до конца, и вы узнаете обо всем этом из прогноза шамана. С 2009 года Николай Талеев, известный как шаман Коля, погружается в целительство и предсказания. Его момент славы наступил через два года после участия в популярном телевизионном шоу «Прямой эфир». В 2015 году он провел обряд по захоронению негативной энергии в Арктике на острове Вайгач. Для этого белый шаман посетил множество стран и городов, где он собирал зло. Его поездка в законодательное собрание Петербурга в Мариинском дворце стала источником скандала, в котором фигурировал депутат Виталий Милонов. В настоящее время Николай Талеев проживает в Сибири, занимаясь предсказаниями. Взгляд Николая Талеева на 2024 год наполнен оптимизмом по поводу перспектив нашей страны. Он прогнозирует бурное развитие, предвидит реализацию масштабных инфраструктурных проектов, запуск новых производственных мощностей и прогресс в авиационной и космической сферах. Также он предсказывает увеличение объемов торговли с другими государствами. Вопрос о курсе российской валюты не остается в стороне. Николай Талеев успокаивает общественность. Ситуация под контролем. Правительство активно решает проблему, и такой подход, по его убеждению, приведет к стабильному экономическому росту. По его словам, Россию ожидает период процветания и развития в ближайшем будущем. Не стоит беспокоиться, все идет по плану, который присущ как властям, так и простым людям, и даже растениям. Власть стремится к достижению высоких целей, и через три года наша страна войдет в эпоху процветания и благополучия. В это время самым ценным будет не деньги, а нечто более глубокое, добавляет шаман Коля. Что касается специальной операции, ожидается определенный поворот в начале следующего года. Произойдет событие, после которого противоположная сторона не сможет дольше противостоять нам. В настоящее время отсутствуют условия для окончания конфликта. Инициаторы конфликта будут делать все возможное, чтобы усложнить нам жизнь. Согласно прогнозу ненецкого шамана, ситуация на Украине в следующем году будет непростой. У них начнется процесс распада. В то же время нам придется решать совершенно другие проблемы. Например, как улучшить работу в нефтеперерабатывающей отрасли, как обеспечить население газом, а также как мотивировать людей на увеличение рождаемости. В этом году ожидается усиление экологических проблем по всему миру, что заставит людей буквально приходить в ужас. Планета также подаст нам сигнал о необходимости пересмотреть наше поведение, иначе последствия для окружающей среды будут крайне негативными. Кроме того, сама Земля демонстрирует возможные проблемы. По предсказаниям духов, Земля подвергнется смещению земной коры. Вследствие этого регионы Сибири и Дальнего Востока поднимутся, а северная часть Евразии начнет оказываться под водой. Особенно сильно пострадает Аляска в Соединенных Штатах. Однако Чукотка останется незадействованной. В общем, ожидается настоящее потрясение, прогнозирует белый шаман. По всей планете люди начнут тесниться с природой. Заброшенные деревни и хутора возродятся, пустующие поля снова начнут приносить урожай. Жители мегаполисов все чаще будут переезжать в сельскую местность, стремясь быть ближе к земле, и начнут заниматься выращиванием экологически чистых продуктов. Но что же будет дальше с Россией и миром? Какие еще сюрпризы нам ждать от будущего? Досмотрите видео до конца, и вы об этом узнаете. Шаманы – это необычные люди, обладающие уникальными способностями и глубокими знаниями. Их дар позволяет совершать невероятные поступки, общаться с духами предков, лечить больных, видеть грядущие и даже перемещаться мгновенно в разные уголки вселенной. Один из наиболее известных шаманов – якутский дедушка Савей. Он имел в своем помощничестве 40 духов, и возможно именно это делало его таким могущественным. В 2013 году дедушка Савей покинул этот мир. Его близкие уверены, что сейчас он обрел все тайны космоса и время от времени приходят на родные просторы в облике духа, чтобы охранять свою семью, народ и родину. В последние годы своей жизни якутский шаман сделал множество предсказаний о будущем России, западных стран и всего мира. И спустя 10 лет они начали сбываться. В 2012 году в просторы необъятной Сибири прибыла съемочная группа, занимающаяся исследованием местных колдунов, известных как оюны, но известных нам под именем шаманов. Среди всех выдающихся местных оюнов особенно привлек внимание великий якутский шаман – дедушка Савей. Семен Степанович Васильев, как его нарекали в мире, не выносил городской суеты и толпы людей. Он ценил свободу и уединение. В свое время он оказывался в Москве по делам, и, как он сам рассказывал своим знакомым, едва не погибал от навязчивой толпы, грязного воздуха и тяжелой энергии. Однако в тайге, где он обосновался на берегу реки, он находил свое умиротворение. Там ему было комфортно общаться с духами и осуществлять свои камлания. Его дар был невероятно могущественным, достигая высших сфер. Благодаря этому он мог предвидеть судьбы не только отдельных людей, но и целых народов и даже стран. Анатолий Алексеев, российский ученый и этнограф, вспоминал свою встречу с Савеем на Международном собрании шаманов в Гренландии. Местные жители обратились к нему с вопросом о том, когда растает лед в Арктике. Семен Степанович, проведя свое камлание, дал следующий ответ. Только через пять столетий. Многое из того, что было предсказано якутским шаманом, сбылось и сбывается непосредственно перед нашими глазами. Благодаря видеоархивам мы можем отследить его пророчества и подтвердить их достоверность. В 2013 году дедушка Савей сказал журналистам следующее. «Меньше чем через 12 месяцев после моего ухода в Мир Духов начнутся военные действия в соседней стране». Это предсказание действительно осуществилось, и что удивительно, точно в указанный срок. На территории бывшего Советского Союза произошел Майдан, который привел к многочисленным жертвам и заложил основу для нынешнего противостояния. Интересно, что Савей предвидел и его итоги. Великий шаман 12-го неба был уверен, что Россия приобретет новые или вернет старые земли, которые будут обильно облиты водоемами, морями, озерами, реками и водохранилищами. Он глубоко любил нашу страну и предвидел ее развитие, превращение в могущественную и богатую державу к середине века. Что касается Европы и США, шаман ясного видения не предвещал им светлого будущего. Напротив, он был уверен, что западные страны неизбежно понесут ответственность за свои прегрешения. Через два года после моей кончины Европа содрогнется от беженцев, их будет столько, что автомобилям не найдется места проехать. Через четыре десятилетия на европейском континенте произойдет мощное землетрясение, которое унесет много жизней. А США к середине века будут подвержены практически полному затоплению, пророчествовал дедушка Савей. Журналисты не обошли стороной и такую популярную тему, как посещение Земли пришельцами. Якутский шаман поддержал этот разговор и даже рассказал, что чужие уже давно стали частью нашей планеты. Он утверждал, что они следят за людьми и проводят какие-то эксперименты. Однако увидеть их практически невозможно, поскольку они не делают своего присутствия известным. Семен Степанович также рассказал о том, что внеземная цивилизация задумывала уничтожить Россию, но не сделала этого по приказу своего божества. Какая-то высшая сила запретила им причинять нашей стране вред. Россию планировали разбомбить инопланетяне, но передумали, так что ничего с Россией не будет, рассказал дедушка Савей. После того, как чужое божество вступилось за нашу страну, шаман понял, что все будет в порядке. Если даже инопланетяне отстали от нас, то с остальными противниками мы как-нибудь справимся. Дедушка Савей стал героем еще одной удивительной истории. В 2007 году Олимпийский комитет принимал решение о том, кто будет проводить зимние игры в 2014 году. В финал вышли наши и южнокорейские Пхенчхан. При этом Пхенчхан был явным фаворитом, опережая Сочи на несколько голосов. Тогда представители нашего Олимпийского комитета обратились за помощью к шаману. Они прилетели к Семену Степановичу и попросили его походатайствовать за Россию перед духами и самим мирозданием. Дедушка Савей не подвел. После Камлани он заявил, что просьба полностью удовлетворена. Так и появились зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. И самый главный вопрос, который касается противостояния на территории бывшего Советского Союза, то якутский шаман больше ничего не говорил по этому поводу. Возможно, он не увидел в будущем такой страны. Возможно, духи общих предков, от которых отказались наши братья, не захотели общаться на эту тему. Но истина где-то рядом, и скоро мы все узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok